здравствуйте дорогие мои подписчики и гости канала мои любимые девочки я вас всех приветствую на очередной расклад также я вас хочу пригласить всех к себе в телеграм-канал я на геррер чат и я на геррер медиум заходите подписывайтесь общайтесь если вы хотите лично у меня погадать за платной консультации обращайтесь в от сап номер телефона вы видите на экране я принимаю всегда только лично по видео звонку ну что мои дорогие тема сегодня знаете какая у нас будет что у вас работой и вообще что у вас в будущем будет с вашей работой на данный момент я сейчас вытащу вас вашу энергетику и мы посмотрим кто вы на данный момент кем вы у нас являетесь кто вы сейчас ну вы проходите кармическую я бы сказала по жизни кармическую задачу кстати вы возможно таролог или же вы психолог или вы тоже любитель смотреть всякую мистику гадание экстрасенсорику битвы экстрасенсов и так далее вас очень интересная судьба вы уже несколько раз умирали но вас как будто с того света достают духи рода высшая сила и дает вам возможность снова жить дальше двигаться идти вперед к своим целям до к своим задачам вы человек дан однозначно непростой много раз влюблялись много раз получали удар лично прям в сердце да поэтому сердечная сердечная чакра у вас она очень уязвима берегите пожалуйста свою анахату и просто так сердце никому свое не открываете многие из вас были несколько раз замужем и хотели тоже выйти замуж но личная жизнь как-то вас постоянно подводит это самое как говорится слабое звено вашей вашей жизни еще кто вы сейчас на данный момент кем вы являетесь на данный момент вы но вам скучно но вот год проходит как-то чё так все не интересно что-то может быть не получается не складывается так как вы хотели да немножко скучновато еще кстати может быть вы сейчас пьете кофе или чай или может быть что-то покрепче потому что после работы хочется расслабиться и вы на данный момент вообще являетесь по десятке пентаклей женщина я бы сказала которая очень достаточно домовитая хозяйственная возможно в браке возможно были в браке у вас очень родовая сила вас очень сильная защита причем и многие здесь постоянно чистится опять защиту на себе ставят есть хорошая защита родовая сила есть духи рода вас сохраняют вас берегут у вас не даже к что мертвых у вас больше чем живых вот я вам говорю прям сто процентов у кого сто процентов если даже напишите что да я на я одна единственная из живых я вам поверю а если вы придете на консультацию за вашей спиной столько мертвых будет стоять это вообще трэш просто будет поэтому вы такой человек вы семейный вы вы по сути своей семейный человек вы понимаете семейной вы не можете жить одна вам плохо жить одной хотя может быть вы действительно выбрали одиночество но она не ваша вам плохо быть одинокой вы должны быть в паре вы должны быть в семье вы должны быть среди детей через среди внуков и так далее я бы еще много тут сказала бы знаете что ну кого-то может быть а может быть у всех не знаю семья так родовая такая ветвь богатая или материнская или отцовская а возможно это это кого-то здесь еще знаете при николая раскулачивали ох раскулачивали потому что здесь и купцы тут и я не знаю чуть ли не короли тут у вас такая знаешь родословная вообще просто вот если копать там а там богатые на богатых да и все это вот раскулачивание как будто разодрали все это вот в раза разобрали все это пулка будто по миру пустили понимаете хух кто-то из ваших родовых по отцовской по материнской линии имели ли грамоты имели и или герб собственный имели или какие-то награды за великую отечественную в общем тут просто вообще у вас такая родословная интересны все поехали у меня аж дракон меня не выдержал так поехали девочки сейчас будем смотреть только вашу работу сколько вас более сколько у вас более как вы так живете ладно итак что у вас сейчас на данный момент происходит с работой ну работа знаете как говорится работа не волк лес не убежит вы очень самодостаточная настолько что вы можете абсолютно все меня сейчас смотрят девочки которые имеют 2 и 3 выше образовара 2 и 3 высших образований если у меня сейчас напишите у меня этого нету а я вас буду ругать почему у вас этого нету потому что я здесь вижу очень умную женщину который разбирается практически во всех сферах жизни во всех сферах деятельности да вы можете работать я не знаю илью и юристом и кем-то еще и поваром понимаете извините потому что вы очень способный человек на данный момент чем вы сейчас занимаетесь чем вы сейчас занимаетесь но вы занимаетесь любимым делом это уже хорошо вы занимаетесь любимым делом что у вас сейчас на работе но на работе не очень хорошо потому что вы как бы думаете но что-то в должно измениться но как так я люблю свою работу я люблю свое дело но мне нравится это для души мне да может быть вы тоже не одна работаете а вместе с кем-то с копать с компаньоном или же с коллегой или же вы сами себе начальница тоже да но вы занимаетесь любимым делом но что-то идет как будто не так не так как бы вы хотели перемены до идут перемены вы их не ждали они пришли сейчас ближайшее время до конца этого года будет полностью перестройка у вас на работе а в какую сторону лучше ли в худшую лучшую старший аркан солнца будет все в лучшую сторону или вы уезжаете и меняете полностью кардинальным образом поменяете место работы или же вы уйдете в собственный бизнес или вы бизнес будете расширять и уже он будет работать в двадцать третьем году по-новому или же вы уйдете на лучшее место работы или выпад вас повысят вы пойдете до вверх по карьерной лестнице буквально вот в считанные дни неделю-две и все потому что во выбор добьетесь своего вас как будто заметят и увидят потому что вы достойны и я же говорю вы такая умница а такую ну надо заметить такую надо повысить такой надо дать дорогу и там видать где вы работаете они же понимают это все или же еще как вариант даже если они не понимают вы прекрасно понимаете поэтому если не они то вы сделаете все так как надо типа не хотят меня замечать пусть идут гуляют я сейчас быстро себе другое место найду она так и будет я вам говорю сто процентов что вы выходите просто в самое лучшее в удачу и в счастье в самое ближайшее время это касается всех кто смотрит этот расклад дальше что дальше а дальше то что вы сейчас в отчаянии это сто процентов вы почему-то в отчаянии тоже смотрите этот расклад и думаете чё я на тут опять несет мне что-то у меня ничего не как она мне тут хорошая и прекрасная прогнозирует я просто говорю как есть я вижу ваше отчаяние что вы практически как будто уже не верите не верите что вас могут заметить что вы пойдете на повышение там и у вас будет все хорошо но вы будете находиться вас уже заметили вас уже заметили и сейчас будут знаете как ставку будут ставить на вас на типа давай мы ее возьмем или давай мы и повысим или давай мы ее оставим то есть какие-то такие моменты потому что вы на своем вообще месте я бы сказала вот вы на своем месте вывод вы занимаетесь тем делом которые вы должны заниматься принципе если вам тут не мешать поэтому может быть многие тоже из вас сейчас уже думают так не уходить на другую работу или оставаться вот вы будете решать я вам так скажу если вот до конца этого года ваш коллектив или там начальство вам не повысит ничего вам не предложат ничего хорошего все остается как есть уходите потому что у вас все равно по любому солнце идет солнце это удача это счастье это то что будет у вас ближайшее время вам тоже не надо ни с кем выяснять отношения не надо ни с кем выяснять отношения это лишнее не надо не ссорьтесь ни с кем не надо говорить вот я достойно лучшего а вы мне тут не даете да как бы дорогу не надо ничего никому объяснять все уже объяснили уже все все поняли если они вам дадут то что вы должны получить значит вы там остаетесь и будете дальше работать не хотят вас слышать не хотят понимать говорите мари видерчи и уходите все вы не останетесь на улице с такими понимаешь ли мозгами такой женщине на улице не быть высшая сила не позволит руда духе рода не позволят понимаете вам остаться на улице да слушайте вы тут белая ворона всю жизнь до белая ворона один большой например коллектив а вы как белая ворона все воруют а вы не воруете всех там подсиживают по головам ходят а вы такая честная я понимаю вам тяжело конечно добыть белой вороны работать как нам как мужик работать делать ту же работу что делают и мужчины но только их оценивают им зарплату повышают а вас не оценивают и зарплату не повышают прекрасно просто да и вы это вы знаете вы вот живете с этим чувством несправедливости но почему ко мне так но почему ко мне вот так меня оценивают но потому что судьба у вас такая помните я первую карту вытянула кто вы у вас страшный суд вышел вы не такая как все изначально и судьба у вас не такая как у всех и то что вы в жизни пережили еще никто не переживал понимаете поэтому в белая ворона ну что делать но что делать еще зато справедливая а зато честно и и еще если вы работаете в юриспруденции с бумагами с документами законом будьте аккуратнее и всегда будьте честной если вы юрист адвокат прокурор судья военной воевая еда деятельности то есть будьте всегда предельно честны потому что над вами склонилась сама фемида и не дай бог вы что-то сделаете не так вас опять будут карать и вы это прекрасно знаете вы даже боитесь лишний шаг что-то не так сделать вы боитесь воровать вы боитесь неправильно что-то сделать бумажку не так подписать да поэтому я же говорю все воруют а вы нет они сами в шоке думаю что это она не деньги что ли не нужны а вы просто прекрасно понимаете свой закон что мне нужно всегда все по-честному чтобы нечестным по-честному прилетала сверху они за какой-то обман сверху кирпичом понимаете да поэтому и с вами тоже честно если не дай бог кто-то с вами что-то плохо делает там как-то подсиживает вас или пытается вас убрать или еще что-то вы знаете сверху этому чек по башке прилетает знаете знаете да ну вот это было всегда и так будет до скончания ваших дней это я вам говорю сто процентов что я тут уже карты кармические вижу поехали дальше не устали не устали пока я мешаю карты наливайте подливайте себе еще кофе и чай сейчас продолжим и так и так как у вас этот год завершится на работе ну или по крайней мере как он закончится этот год у вас на работе тяжело тяжело не вы это знаете вам уже тяжело кто-то из вас уже бегать с бумагами с документами у кто-то из вас уже бегать быстрее бы все закончить быстрее бы уже всех отпустить до тяжело еще да конечно потому что здесь вы по жизни как император как мужчина вас очень вы сами женщина новая женщина очень сильная потому что ну опять же жизнь жизнь вас так прессует по полной программе если кому-то так легко всю жизнь достается то вам мои милые достаются все прямо учения тяжело поэтому по императору вы на работе начальник и даже если сейчас напишите я не начальник не а девочки вы начальница вы не те начальники которые сидят в кабинете и вами управляют а вы начальница потому что так как вы исполнительный ни один начальник у вас там так исполнительно ничего не делает все приходят только штаны протирают в кабинетах а вы делаете от и до понимаете как людмила этот господи забыла но все меня заклинило любила прокофьевного людмила прокофьевна еще так что вам ожидать в двадцать третьем году давайте посмотрим плохой или хороший что вам ожидать двадцать третьем году работа будет достаточно но у вас будет материальная независимость это я вам говорю сто процентов вы не будете нуждаться в деньгах потому что вы очень будете успешны а вы работать умеете вы это прекрасно знаете и без денег вы жить не можете вам нужна стабильность она будет у вас уже сейчас все под контролем все расходы и все доходы и то же самое будет у вас двадцать третьем году деньги вам обеспечены еще да да вы получите то что вы хотите вы как сова уже сами чувствуете вы же ночная сова до поздно засыпаете да даже если утром нужно очень рано проснуться во все равно ночью поздно спайте потому что у вас здесь очень много мысли 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 вы тоже поэтому смотрите онлайн таро потому что тарологи на картах вам подсказывают что вам как-то дальше двигаться что вам дальше делать вы свои планы подрисовываете подстраиваете под карты таро стоит ли не стоит сейчас или потом ли когда завершить или еще дальше что делать понимаете да поэтому на следующий год вам вообще не стоит переживать доверяйте своей интуиции она вам блестяще всегда подсказывала вытаскивал у вас из всех проблем и в двадцать третьем году тоже будет вам правильно подсказывать на каком уровне вам держаться стоит ли что-то продавать или покупать менять работу или как-то еще по-другому действовать слушайте свою интуицию я бы еще знаете что сказала пуская на следующий год вашим тотемным животным будет сова но тотемные птицы вернее на будет пускать сова я не знаю изображение совы или платочек где там рисунок совы или брошь какая-нибудь вот купите носите пусть это за сова вас сова это птица мудрости правильно мудрая птица пусть мудрость у вас боль будет больше двадцать третьем году пусть она вам правильно подсказывает еще ворон да не бойтесь отсекать ненужное не бойтесь слышать правды и не бойтесь говорить правду правда не всем нравится но когда ты говоришь правду таких людей всегда уважают потому что таких людей я сюда свое мнение нравится кому-то не нравится плевать у вас есть свое мнение вы об этом говорите кто-то вас услышал кто-то не услышал все поэтому здесь возможно кто-то вам будет опять вставлять палки в колес или пытаться вставить палки в колес кто-то вас будет пытаться как вразумить как говорится посоветовать что-то вы просто отсекаете ненужное и говорите так я сама разберусь я сама знаю не надо меня учить да а что-то может быть какие-то какие-то мысли до прислушивайтесь каким-то мыслям каким-то может быть советом но делайте выводы сами сами на что вам нужно обратить внимание в двадцать третьем году давайте посмотрим на что вам нужно обратить внимание двадцать третьем году связано с работой старший аркан маг только на себя только на себя потому что здесь вы главное лицо в двадцать третьем году от вас будет работа зависит все будет зависеть от вас хотите будете работать не хотите не будете работать хотите бизнес вы откроете не хотите нет все будет зависеть от вас себе и я бы сказала берите все в свои свои руки никого никого не ждите никого не просите делайте все сами вы будете лидером а у нас старший аркан маг это еще некий манипулятор почему нет если вы лидер вы захотите и манипулировать будете все ваших руках понимаете вы имеете власть полную еще на что обратить внимание на прошлое пусть прошлое будет вам неким звоночком потому что если вы уже делали какие-то в прошлом ошибки не допускайте их этих ошибок в будущем году будете будьте хорошим аналитиком и анализируйте прошлое и будущее чтобы не больше не допускать ошибок которые вы уже допускали еще на что обратить во внимание двадцать третьем году на мысли мысли четкие должны быть мысли четкие конкретные мысли также обратите внимание на бумаги на документы на закон не обходите закон что проблем не было если вы работаете с бумагами с документами проверяйте пожалуйста каждую цифру каждую буковку отчеты все все что вы пишете где вы расписываетесь не подписывайте какие-то липовые документы не спешите не торопитесь делайте все обдумано что потом проблем не было и еще у вас на работе не должно быть сквозняков создайте на работе если вы работаете там в кабинете собственном или собственный бизнес работу имейте сделайте так чтобы у вас были теплые полы чтобы у вас просто стояли кондиционеры все работало проветривалась чтобы не было чтобы вам не было холода чтобы у вас чтобы у вас не было ледяных ног понимаете да вот ледяных ног чтобы у вас не было проблем по женский еще на что обратить внимание на свои планы потому что вы уже забыли о том что вы так давно хотели и уже боитесь и считаете что ничего не получится у вас получится получится вы можете черпать свои идеи в интернете вот хотите с бизнес свой и хотите расширять свой бизнес или как-то по-другому или еще какой то вот если вы работаете там где-то в госучреждении но вы как-то что-то хотите узнать а можно ли так или вот так вот так как идею найти туда что предпринять что можно по-другому как-то это сделать ищите всей идеи в интернете интернет вам в помощи он будет вам помогать вы там можете черпать свои идеи я бы еще так сказала если вы хотите открыть свой канал на ю тубе или открыть где-нибудь там другой канал на тик токи или работать на сайте где-то в интернете или что-то делать производить или продавать у вас получится сто процентов открывайте работайте с интернетом это хорошая возможность вам расшириться у вас все получится вот так поехали дальше так хорошо деньги будут у вас двадцать третьем году но по девятке пентакли я увидела что будут давайте посмотрим будут ли у вас деньги от вашей работы но вы бы должны расти вы должны расти буду деньги только тогда если вы будете подниматься вверх по карьерной лестнице будете расти вы будете чему-то учиться получать новое образование помните я сказала вы должны иметь два-три высших образования если у вас еще нет идите дальше учитесь учитесь там я не знаю получаете звание какие-то вы должны расти постоянно потому что от этого зависит ваши деньги еще башня на следующий год может быть кризис очень сильные в плане денег могут меняться курсы валюты могут что-то быть с долларом с евро с рублями я бы сказала вы будете очень остро на это реагировать если у вас есть деньги хоть какие-то вкладывайте хоть во что-то чтобы не потерять потому что тут могут какие-то проблемки быть и может быть тоже у вас что-то зарплаты резко как-то будет что-то меняться материальная ваша сфера да нестабильно будет нестабильно будет с деньгами будет нестабильно вот как в этом году так и на следующий год это будет продолжаться это зависит не от вас и не от вашей работы это зависит от системы жизни от экономики от политики поэтому в этом году не ахти и следующем году будет продолжение что у вас будет с деньгами на работе но знаете что здесь интересно вы будете с деньгами потому что они как-то будут сыпаться на вас но вы как-то находить их будете вы всегда как-то деньги находите не знаю понимаете не даете возможности над упасть себе на дно у вас как-то вы все равно при деньгах как тут не крути как им тут не говори вас равно есть деньги вы как-то их чувствуете они как вам как-то идут вы или подрабатываете или еще что-то будете делать чтобы заработать понимаете чтоб заработать поэтому деньги будут до деньги будут по чуть-чуть по чуть-чуть деньги будут за это даже не волнуйтесь что вы останетесь без денег пойдете крахом там банкротом нет у вас будет но в принципе я думаю что в этом году также у вас было также было до 6 классом вам кто-то еще помогать может с деньгами вы можете или в кредит войти там или ипотеку или что-то еще или кто-то вам будет помогать если попросите близких родных и от друзей кого-то кто-то вам может помогать с деньгами ли в долг взять или что-то то есть не волнуйтесь вы без денег не останетесь но я не вижу больших денег у вас на следующий год я больших не вижу большие могут быть деньги при одном случае если вы будете дальше расти если вы не будете стоять на месте а будете подниматься вверх зарабатывать чтобы зарабатывать деньги ты должна чем-то обладать да ты должна что-то еще уметь этому надо учиться поэтому от этого только зависит большие деньги так нет ну и на нулях я вас тоже не вижу вам совет давайте посмотрим что вам карта посоветует совет вам от карт не торопитесь будете по карте умеренности будьте спокойны живите размеренной жизнью спокойной контролируйте все и финансы и свою жизнь и эмоции и чувства и личную жизнь все держите под контролем не надо каких-либо себе форс-мажорных обстоятельств каких-то придумывать не надо живите спокойно еще какие-то поездки какие-то поездки недалеко порадуйте себя побалуйте себя вы прям знаете в контролируете все абсолютно такой степени что себе тоже расслабиться не даете но побалуйте себя чем-нибудь с ребенком сходите куда-нибудь вы давно куда хотели в цирк в кино не знаю побалуйте себя расслабьтесь немножко вы так напряжены вы целый год так пашите напряженно дом работа дом работа с ума можно сойти вы себе такую прям на изны на плечи такое вы прям взяли и несете это как знамя какое-то но это же прям нельзя это так невозможно понимаете это очень тяжело для женщины еще вам совет а еще кстати совет если вы хотели давно ребенка рожайте если боитесь что ничего не получится не сможете воспитать или все вы сможете это я вам говорю сто процентов такая как вы сможет все поэтому рожайте ничего не ждите получится ли получится просто спокойно не надо понимаете на эмоциях куда-то бежать что-то быстро делать все спокойно распланируйте и рожайте вы самое лучшее об этом знаете всегда и кто бы вам там не понижал вашу самооценку пускай вам вам в одну в ухо влетает из другого вылетает будьте настолько самодостаточной чтобы тоже не нуждались а в чей-то похвале или в том чтобы вас там признали вы должны признать себя сами что вы самое лучшее и такой как вы больше 2 нету все будьте уверены на сто процентов и это я вам говорю что вы самое лучшее все и вы должны это знать и дальше все оставшуюся жизнь кто бы вам что-то мне говорил не пытался вас уколоть или как-то принизить унизить пускай вам одно ухо влетает это все с другого вылетает автоматически конечно белая ворона да я белая ворона скажите а чё какие проблемы да я такая никогда нет это как это никогда не оправдываетесь понимаете забудьте слово вообще-то что надо оправдываться надо говорит да я такая ну я такая все и будут такой все проблемы есть вопросы есть вопроса вопросов нету до свидания понимаете да я такая все я не изменюсь вам нужно понимаете вам нужно любить себя принять себя такой какая есть быть в себе уверенной все вот это просто запомнить на всю оставшуюся жизнь потому что вы в единичном экземпляре вы единая понимаете одна такая на земле и не под кого подстраиваться меняться вы не собираетесь из кому-то не нравится до свидания сейчас я вам тут скажу девочки конечно а чего вы хотите у вас здесь выходят самые крутые карты как я должна тут вам говорить что я вам должна туда я говорю как есть у вас то шестерка жезла вышла дома кубка вышла да я такая вы все бы знаете близко к сердцу воспринимаете потом страдаете переживать она вам нужно не надо не перед кем отчитываться оправдываться сказать надо да я такая все вопросы есть вопросов нету свободны девочки вот такой был расклад я вас всех люблю я вас всех обожаю у меня самые уникальные конечно белые мои вороны не вороны господи белые мои совы но это все равно что белая ворона или одно и то же будьте счастливы и пусть у вас на работе чтобы на работе вы просто были незаменимы и чтоб на все все на вас молились и божились я вам желаю чтобы у вас было все хорошо очень круто было в двадцать третьем году получше чем в двадцать втором пусть у вас все получится все что вы там не загадали все что не задумали просто вас благословляю на самое лучшее пусть так и будет аминь всех вас люблю целую обнимаю и до скорых встреч спасибо